Валерий Ройзин И я бы хотел начать свою лекцию с небольшого вопроса. Кто из вас любит сладкое? Чудесно. Тогда эта лекция для вас. Потому что сегодня я вам расскажу о вкусных кристаллах. На самом деле я буду рассказывать не только о вкусных кристаллах. Я расскажу немножко о более широком классе, к которому относятся в частности вкусные кристаллы. Итак, давайте начнем с небольшого примера, который не показывается. А второй? Второй показывается. Ладно, на самом деле на этом слайде должен был быть изображен кристалл воды. Кто знает, как называется кристалл воды? Лед. Правильно. Тут была такая красивая фотография после ледяного дождя. Знаете, когда деревья покрываются такой коркой красивой. И лед, наверное, самый знаменитый пример тех кристаллов, о которых я сегодня буду рассказывать. Второй пример изображен на этом слайде. Вы узнаете, что это вещество? Сахар. Правильно. Это сахар. И это как раз тот кристалл, который является вкусным. И тот кристалл, которому я посвятил сегодняшнюю лекцию. Если вы когда-нибудь рассматривали ложку сахара, прежде чем укротил ее в стакан чая, вы замечали, что он состоит из таких вот гранул, правильной кубической формы. Если вы видите, что какое-то природное соединение образует небольшие гранулы в правильной геометрической форме, то я вам гарантирую, что, скорее всего, вы имеете дело с кристаллом. И чем же интересны кристаллы льда и сахара? Что же их объединяет? Дело, разумеется, в начинке. То есть в том, из чего они состоят. Как это упаковано. Такие кристаллы называются молекуляторами. То есть кристаллами, образованными из молекул. Что такое молекула? Я думаю, вы все знаете, но на всякий случай я это проговорю. Я не уверен в уровне аудитории просто. Насколько я заметил, полуопросы предыдущие лекции достаточно высокие, но тем не менее. Молекула – это такое химическое соединение, которое образовано двумя атовыми, связанными между собой ковалентными связями. Как это выглядит? Представьте себе детей, которых выводят на прогулку в детскую саду. Воспитательница говорит им разбиться на пары и построиться в ряд. Каждый ребенок отдельный – это атом. Такой детский атом. И когда эти детские атомы разбиваются на пары и берутся за руки, они формируют из себя детскую молекулу. Более того, разорвать эту детскую молекулу очень сложно. Каждый ребенок знает, что воспитательница будет сильно ругаться, если он отпустит свою пару. Поэтому, разумеется, они очень крепко схватились за руки. Когда они выстрелились в ряд, они сформировали детский молекулярный кристалл. Из чего же состоят молекулярные кристаллы льда и сахар? На этом слайде все-таки у нас появился лед. Вы видите кристаллическую структуру льда. Молекулу воды легко узнать. Это H2O. Вот этот красный шарик – это кислород. Он связан с двумя белыми шариками. Это водород. И вот с помощью вот этих интересных пунктирных линий, которые, надеюсь, всем видно, формируются кристаллы льда. Эти пунктирные линии очень важны. Но прежде чем я расскажу о них, я хочу сказать пару слов вообще про кристалл льда. Он интересен тем, что его структура точно такая же, как структура алмаза. Один в один. Разница просто в том, что в алмазе атомы углерода связаны друг с другом с помощью тех самых ковалентных связей. Это такие связи, это самый прочный тип химических связей, и он формируется независимыми, уверенными в себе атомами. Они берут и делят с другими атомами свои электроны. Вот как углерод на этой картинке. Он взял и поделился со своими электронами с атомами углерода. Водородная связь, а это вот тот самый пунктирный, вот эта самая пунктирная линия, которая на этой картинке, она гораздо слабее, и это вообще другая история. Водородная связь формируется следующим образом. Она формируется двумя типами атомов, первый из которых это внезапный водород, а второй это сильный электротрецептный атом, такой как кислород, азот и несколько других. Понимаете, в чем тут хитрость? Как выглядит водород? Это... Как выглядит водород? Водород это крохотный атом, внутри которого есть маленькая ядрышка, протончик положить, позаряженный, и вокруг него летает электрон. Сильный электротрецептный атом, это совсем другая история. Это тоже ядрышка, но она окружена очень густой шубой из электронов. Можно представить себе сильный электротрецептный атом, как такого жильдяя. И этот жильдяй голоден. Он хочет есть, он хочет сожрать еще больше электронов, ему их мало. И когда формируется молекула воды, он берет и отжимает эти электроны двух несчастных атомов водорода. Забрав их, он вроде бы доволен, он насытился, но эта шуба начинает душить его. И она душит его очень интересным механизмом. Вокруг него формируется электростатическое поле, и он начинает притягиваться к атому водорода другой молекулы. Вот как на этой картинке, посмотрите. Видите, кислород начинает притягиваться к водороду другой молекулы. На самом деле это уже не водород, тут остался только один протон, потому что его электрон захавал вот этот большой кислород. И вот за счет вот этих контактов, которые возникают между двумя молекулами, образуется водородная связь. Она не очень прочная, но очень, очень важная, потому что водородные связи важны не только для кристаллографии. Водородные связи формируются внутри ваших клеток. Они имеют огромное значение в биологии. Это своего рода такие Джеймс и Бонды мира химических связей. Они не очень заметны, возможно, они не самые сильные, но они очень важны, точно так же, как Агент 0.07. Хорошо, я рассказал немножко про лёд, теперь я перейду ко второму веществу, с которого начали свою лекцию. Это сахар. Кристаллики сахара состоят из молекул сахарозы. Это такой довольно простой углевод. Когда вы едите сахар, в вашем организме он расщепляется на еще два более простых углерода, на глюкозу и фруктозу. Вообще сахароза распространена повсеместно, она встречается во всех фруктах, овощах, каких-то плодах и так далее. Но основные её источники при промышленном производстве сахара это сахарная свекла и сахарный тростник. Замечательно. Из чего же состоит кристалл сахара? Он состоит из молекул сахарозы, которые упакованы таким образом. Видно, что это кубическая ячейка, видно, что они как-то связаны друг с другом. Тут возникают те же самые водородные связи. На самом деле, молекулярные кристаллы формируются не только за счет водородных связей, но я об этом немножко умолчу, потому что это очень длинная тема. Прекрасно. И вот такие кристаллики мы кушаем. Давайте немножко остановимся и как-то суммируем то, что я уже сказал. Я вам рассказал, что бывают молекулярные кристаллы. Более того, вы сталкиваетесь с ними в повседневной жизни. И эти кристаллы состоят, разумеется, из молекул, которые связаны друг с другом с помощью водородных или каких-то других связей, которые останутся в тайне. И теперь я расскажу о особом типе молекулярных кристаллов, с которыми в повседневной жизни вы вряд ли сталкиваетесь, но они имеют огромную важность для фундаментальных исследований. Более того, это такие монстры мира кристаллографии. Почему монстры? Потому что что отличает монстров от нормальных существ? Это гигантский размер. Я имею в виду монстров типа Годзиллы, которые развернут с небоскребом. И такие молекулярные кристаллы по сравнению с остальными кристаллами это действительно небоскреб. Упс, я перескочил. Я имею в виду кристаллы белков. Вот на этой картинке приведен белок, который называется лизоцин. Лизоцин это такой интересный белок, который встречается в слюне человека. И его смысл в следующем. Он оказывает небольшой антибактериальный эффект. То есть он убивает бактерии. Если вы замечали, когда вы поранились, у вас есть какое-то инструктивное желание облезать рану. Но оно в принципе вполне обосновано, потому что в вашей слюне содержится специальное вещество, которое позволяет убивать некоторые виды бактерий и не допускает заражения. Замечательно. Но при чем здесь кристаллография? Казалось бы, у нас есть белки, да, они находятся внутри нашего организма, но зачем из них делать кристаллы, они вполне ясны. Дело в следующем. Когда люди проводят исследование белков, их интересует обычно их структура. То есть нам нужно понять, как выглядит белок, чтобы затем понять, как он работает. Ну, в принципе, это вполне логично. Белок проходит в процессе исследования 4 стадии. Первая из них самая простая. Кто знает, из чего состоит белок? И первая задача, которая стоит перед исследователями, это понять последовательность этих аминокислот. Да, ты классный. Нужно понять последовательность этих аминокислот. По сути, это как составить слово, имеяainted фото. Вы берете А, Б, В, Г, С и составляете последовательность этих аминокислот. Дальше вам нужно понять, как будет выглядеть трехмерная структура белка. Дело в том, что белки внутри нашего организма постоянно находятся в неком водном растворе. Они не существуют сами по себе в каком-то вакууме. То есть вам нужно понять, как свернуть белок. Вот именно вот эту структуру вам нужно как-то угадать. Видите, она достаточно не вполне логична. То есть это сложная задача определения трехмерной упаковки молекул. И именно здесь возникает кристалл. Определить полную трехмерную упаковку белка, это значит определить его третичную структуру. Первичная структура это последовательный санимный кислот. Третичная это его трехмерная упаковка. Я, кажется, что-то пропустил. Я пропустил вторичную. Вторичную, видите, вот эта красивая лента красная. Вот эта вторичная структура, которая, по сути, просто определяет его локальную трехмерную структуру. Замечательно. И таким образом, когда мы кристаллизуем белки, мы получаем возможность исследовать их методами кристаллографии. То есть у нас есть специальная аппаратура для того, чтобы закристаллизовав белок, мы зафиксировали его положение в пространстве и можем расшифровать трехмерную структуру. Именно за этим нужны кристаллы белков. Именно за этим их делают. И на самом деле это основной способ по определению трехмерной структуры для определенных типов белков. Некоторые белки нельзя таким образом закристаллизовать, просто ввиду их специфики. Но тем не менее, видите, формируется такая монструозная структура. Она очень большая, но у нее есть определенная красота. На самом деле фотографии кристаллов белков, наверное, самое красивое, что есть в принципе в кристаллографии. Дело в том, что их обычно снимают в поляризованном излучении, и это вполне выглядит как картина, которая достойна того, чтобы висеть в вашей гостиной. Что она похожа на какое-то современное искусство. Вот это как раз тот самый лизоцин, который содержится в вашей слюне. Здесь он закристаллизован в виде таких многогранничков и снят в поляризованном свете. Выглядит красиво. Ну, по крайней мере на вопрос. Замечательно. Я рассказал о каком-то фундаментальном применении молекулярных кристаллов, но все-таки первый вопрос, который возникает у людей, когда они слышат о научных исследованиях, состоит в следующем. Зачем это нужно? Действительно, зачем это нужно? Зачем нужны молекулярные кристаллы? И я вам отвечу так. Молекулярные кристаллы позволят вам заработать много-много-много денег. Вы знаете этого мужчину? Да, уже упоминаю. Вот когда ребенок говорит, что да, это страшно. Это главный герой сериала «Во все тяжкие» ултер-вайт. И он занимался производством метамфетамина. Метамфетамин – это достаточно тяжелый наркотик. Но вот если вы обратите внимание на вот эти коробки на заднем плане, это как раз тот метамфетамин, который он синтезировал. И он хранится в форме кристаллов. Это как раз молекулярные кристаллы. То есть, если вы хотите заработать много-много денег на незаконные деятельности, то добро пожаловать чуть-чуть ясно мерно молекулярно кристаллограде. Но кроме этого, у молекулярных кристаллов есть две другие довольно широкие области применения. Первое – это лекарства. О них я скажу чуть попозже. А второе – это взрывчатка. Кто знает, где молекулярные кристаллы встречаются во взрывчатке? Амонал. Правильно. Тринитротолол тоже. То есть, тротил, который используется, допустим, в шашке динамит, он находится в виде кристаллов, которые просто упаковывают внутри керамической шашки, и она потом при повышении температуры деталирует. По-моему, порядка 30 градусов Цельсия, что-то в таком духе. Но я могу брать. Я не специалист в взрывчатке. Я специализируюсь на второй области, это лекарство. И сейчас у меня будет небольшая векторина. Я надеюсь, вы мне все поучаствуете, потому что я вам предложу отличить по фотографии, какое именно вещество закристаллизовано в данном случае. И вот первый участник нашей викторины. Попробуйте угадать, кто это. Сахар. Нет. Лед. Нет, это не лед. Это метамфетамин. Как видите, никто из вас его не узнал. Это другой участник. Тут не очень резкая фотография, но пытайтесь угадать, кто это. Нет. Сахар. Нет. Нет. Витя чешуек, да, там у тебя есть? Нет, там такие... Ну, на самоцветы похожи, такие небольшие. Ну, или на конфетки такие. Тротил? Нет, нет, метамфетамин уже был, зачем? Мало. Это спирин. Вы вполне можете вырастить кристаллы асберина, да? Это реально. И вот третий пример. Тут, пожалуй, наиболее четкую фотографию. Здесь видно, что вот такие цилиндры петлинные. Это вещи с третьей области, но, в принципе, вы тоже с ней сталкиваетесь постоянно. А соль? Нет. Нет, соль не молекулярный кристалл. Соль это ионный кристалл, это другой тип. Слата? Вот, очень знакомая вам вещь. О чем же я говорю? Я говорю о таблетках. Дело в том, что большинство молекулярных кристаллов, с которыми вы сталкиваете в своей жизни, это лекарства, которые выпускаются в форме таблетки. Из чего состоит таблетка? Таблетка – это кристаллический порошок, который спрессован в специальном аппарате и предназначен для употребления человека в качестве лекарства. Как это работает? Дело в том, что когда вы проглатываете таблетку, она попадает в желудочно-кишечный трат в вашего организма, и где-то по пути из рта кишечник растворяется. Может быть, в пищеводе, может быть, в желудке, может быть, в кишечнике. Где-то там он растворяется, после чего всасывается в кровь и уже достигает нужного места в организме, где должно сработать лекарственное средство. И это именно тот этап, в котором в работу уступается наша лаборатория. То есть вот так незаметно мы подошли к тому, чем занимаюсь непосредственно я. Дело в следующем. Когда у вас лекарство растворяется в желудочно-кишечном тракте, важную роль имеет его кристаллическая структура, потому что именно она определяет то, с какой скоростью будет растворяться лекарство. Если лекарство растворяется слишком медленно, представьте, вы насыпаете сахар в чай. И если вы пьете чай слишком быстро, и он не успевает раствориться, то никакой сладости вы не почувствуете. Точно так же с лекарством. Если оно растворяется слишком медленно, то просто нужная его концентрация в крови достигнута не будет. Соответственно, как лекарство оно не сработает. Оно вообще никак не сработает. Наоборот, если лекарство растворяется слишком быстро, то есть вероятность того, что в результате его концентрация будет настолько высокой, что оно станет токсичным для человека. В нашей лаборатории мы исследуем особый вид кристаллов молекулярных, которые состоят из двух и более разных валетов. Представьте себе коробку шоколадных конфет, и они могут все состоять только из темного шоколада и быть одной формы. А допустим, у вас могут быть коробки конфет из белого шоколада и из черного. И вот именно такие кристаллы мы изучаем, которые состоят из разных валетов. В результате меняется кристаллическая структура, и, соответственно, перед вами открываются огромные возможности в плане манипуляции именно растворимости лекарства. Если вам кажется, что это какая-то небольшая задача, то подумайте еще раз. Дело в том, что при процессе разработки нового лекарства, три из четырех потенциальных лекарств бросаются именно из-за того, что у них плохая растворимость. Более того, именно это определяет конечную стоимость многих лекарств. Я сейчас задам не очень этичный вопрос, и, наверное, я сам на него лучше отвечу. Есть в зале люди, которые болеют какими-то хроническими заболеваниями. Хорошо, давайте я отвечу, чтобы вас не смущать. У меня амрикозное расширение век. Это такая болезнь старых женщин. На самом деле, странно, что он есть у молодого человека, но вот так получилось. И чтобы ее лечить, я должен раз в полгода принимать специальные таблетки, которые укрепляют мои сосуды. Упаковка таких таблеток стоит полторы тысячи рублей. В принципе, это не очень дорого, но есть заболевания, от которых лекарства стоят очень и очень дорого. Почему же не выпускаются какие-то дешевые альтернативы? Почему же нельзя помогать людям? Дело в том, что фармацевтические компании, которые владеют правом на производство какого-то лекарства, патентуют, в частности, его кристаллическую структуру. Если у вас есть возможность модифицировать эту кристаллическую структуру, что делаем мы у нас в лаборатории, то есть найти какой-то другой кристалл, то у вас есть возможность взломать эти патенты и сделать лекарство дешевле. И, подводя итог своей лекции, я бы хотел сказать, что, я надеюсь, у меня получилось провести какой-то мостик между той задачей, которую я решаю в лаборатории, и тем, с чем вы взаимодействуете в своей повседневной жизни. Что молекулярные кристаллы — это не что-то оторванное от вашей действительности, это те вещи, с которыми вы сталкиваетесь постоянно, каждый день. Спасибо. Спасибо.